Друзья, всем привет! Это Илья. Актуальная новость, которую мы получили, хорошая новость, которую мы получили несколько минут назад с двух контрольно-пропускных пунктов, Эль-Чапарал и Сан-Исидров-Тихуана. Очереди уменьшились примерно на 50-60%. Это связано с тем, что прямо сейчас наступило межсезонье, когда огромная группа, многие о ней знают, пришедшая из Латинской Америки, из Гватемалы, их было более тысячи человек, полностью обслужена, новая не сформировалась, эти люди приходят на границу в Тихуана и в Мехикале, в 9-й округ каждые полгода, создают нам, всем остальным людям, проблемы. Большинство из них депортированы, кто-то перепрыгивал через забор, также депортирован. Те, кто все-таки зашли, создали нам очереди, нелояльные отношения со стороны иммиграционных офицеров и сотрудников ДИИЧС. Сейчас в межсезонье, сейчас благоприятная обстановка. Если вы запланировали иммиграцию через Мексику, очень рекомендуем вам воспользоваться данной ситуацией. Еще новость, если кто-то вам предлагает эмигрировать в США нелегально через Мексику, перепрыгнуть через забор и так далее, подать на убежище уже на территории США, настоятельно рекомендуем вам этого не делать, так как уже в середине, где-то, по-моему, в апреле, вступило распоряжение Дональда Трампа о том, что человек, который незаконно пересекает границу, был пойман и подал на убежище, полностью весь путь проходит в Мексике. То есть он находится в Мексике, ему назначают день, за ним приезжают на границу, надевают на руки, на ноги браслеты, он едет в суд и в суде проходит весь процесс. Отношение к нему очень нелояльное, очень конфликтное, не рекомендуем данным маршрутом пользоваться, особенно если вы идете с семьей. Итак, если вам интересно убежище и эмиграция через Мексику, если у вас есть основания для подачи в Мексике, очень рекомендуем вам взять мою консультацию, я вам дам стабильные данные, которые вы сможете использовать в дальнейшем. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и наш Instagram, отслеживайте наши новости. Всем удачи, пока!